В 1941-м ей было 13 лет. Отца из семьи забрали за три месяца до войны. Вскоре на фронт ушел брат. Шура осталась вдвоем с матерью. Голос, 125 грамм. Мама, служебная, как это называется, карточка, сын-то на фронте, брат мой. Ну а что там 125 грамм? Кому делить? Маме кусочек, она не берет, не давай мне Шурка, ешь сама. Клей был еще у нас. Мать сварила его и говорит, Шурка, холодец будем есть, давай, из клея. Ну вот, у меня до сих пор живот, желудок и болит. Мама Шуры умерла спустя полгода после начала блокады от дистрофии. Из Ленинградского детского дома Шуру переправили в Горьковскую область, где девчушка трудилась на заводе, изготавливала снаряды. Ну я там работала, а потом слышу, блокада, сняли блокаду. Мы там с одной подружкой, как, рванули, самовольно оставила производство в Ленинград. Думаю, мама, наверное, проснулась, меня-то нету, а приехала нигде, никого, ничего. Меня снова в распределитель и отправили на военный завод работать. Треугольник, красный треугольник. Вот там я работала. До сих пор женщина помнит, как все, у кого еще оставались силы, танцевали на Дворцовой площади, празднуя снятие блокады. В скором времени Александра и ее подруга завербовались работать на Севере. Девчонок отправили в лес рубить сучки. Так женщина и оказалась в поселке Ерга, Котловского района. Всю жизнь она была простой труженицей. На другую работу с образованием в пять классов, которую удалось закончить до войны, не брали. Сейчас Александре Павловне 87. А по жизненному задору и энергичности она даст фору молодежи. Маленькая хрупкая старушка на месте не сидит вообще. Скучать не в ее характере. Печи нужно натопить, в магазин сходить, порядок в доме навести, снег почистить. С этой работой бодрая женщина управляется в мгновение ока. До сих пор у неугомонной старушки нет даже медицинской карточки в поликлинике. Здоровье отменное, потому что душа еще совсем молодая. Лукаво улыбается Александра Павловна. А еще эта женщина имеет какую-то удивительную силу воли, которую не смогло сломить даже страшное блокадное время.